Главная новость сегодня, которую, скорее всего, обсуждает во всех кафе, это события, которые были на площади перед вокзалом в Кёльне. Это полный провал системы безопасности и, конечно же, полный провал СМИ. Несколько дней об этом ничего не было слышно. Насколько же тупыми они считают население, что думали, что это действительно можно было умолчать. То, что здесь тысячи мужчин переходили границы разумного, изнасилования, оскорбления, в таких масштабах, и это же не только у вокзала в Кёльне произошло, но и в новогоднюю ночь и в других городах. И не только в новогоднюю ночь. Но в настоящий момент и во многих других городах люди сообщают о подобных происшествиях, где группы, состоящие из молодых людей, из других стран, с миграционной историей, как это сегодня красиво называют, то же самое делают. И это развитие, о котором действительно думали, что людей можно обмануть и сказать, что такого нет. Мы об этом не сообщим, и этого не будет. Мы спрячем голову в песок и не будем об этом сообщать. И никто об этом не узнает. Это не сработало и не может сработать, в первую очередь из-за волны возмущения в интернете. И тогда СМИ были вынуждены все же начать сообщать об этом. И тогда все стало проясняться. Но там, конечно, среди них были очень интересные сообщения. Один крупный телеканал сообщил, к примеру, что, в принципе, негативное настроение против беженцев, которое сейчас наблюдается, хуже, чем изнасилование. В этом случае нужно серьезно задуматься, все ли вообще у них дома. Но что поделать, такая уж сейчас ведется игра. И полный провал политики. Обвинили полицию в том, что полиция в своем докладе это недостаточно выразила. Да, действительно. Но почему же полиция так сделала? Уж точно не из-за сотрудников на месте, которые просто не захотели об этом говорить. А потому что есть приказ для всех полицейских Германии о том, чтобы не особо придавали такие вещи огласки. По возможности, как можно меньше об этом сообщать. Уже несколько лет нельзя указывать национальность в протоколах полиции. Для того, чтобы здесь, так сказать, соблюдалась политкорректность и не вызывало возмущение населения из-за таких проблем. В действительности же, в последние месяцы у нас происходит ужасное развитие. И это дальше обостряется. И государство оставляет право применять насилие за собой. Самозащита запрещена. Но тогда государство должно и применять это право. Тогда оно должно и защищать своих граждан. Но, как мы видим, на это оно тоже не способно. В конечном итоге у нас очень и очень опасная ситуация, в которой люди себя не чувствуют больше в безопасности. Если сегодня погулять по городу и поговорить с людьми, если заглянуть в магазины, которые продают средства защиты, электрошокеры, газовые баллончики и тому подобное, они в настоящий момент не знают, где им достать товар, потому что люди этим запасаются. Простые граждане, пенсионеры, а не нацисты. Это не какие-нибудь сумасшедшие. Это совершенно обычные граждане, которые опасаются за свою жизнь. И которые сейчас пытаются сами себе помочь, потому что им никто не помогает. И какие же будут последствия? Последствия в том, что люди все больше будут пытаться сами себе помочь. И когда-нибудь так называемые отряды самообороны будут собираться сотнями и побеспокоиться о порядке на площади в Кёльне. И тогда произойдет то, чего все боятся, а именно что-то вроде состояния гражданской войны. И подобное развитие событий, оно возможно. И это ужасно. И сейчас непонятно, как это можно предотвратить. То, что Меркель здесь сделала, это было самым плохим решением, которое когда-либо было принято канцлером Германии. Это самая большая ошибка, которую она сделала, и самая тяжелая ошибка, которую когда-либо делал канцлер Германии. Огромное спасибо вам, госпожа Меркель. И мы не знаем, как нам из этого выбраться. До настоящего момента нет никакого плана. Планы, которые были предложены, такие, как то, что женщинам на карнавале нужно держаться на расстоянии вытянутой руки от мужчин. Давайте уже тогда сразу предложим обязательный костюм, бурку, как обязательный костюм для карнавала в Кёльне. Этим мы точно чего-нибудь добьемся. Большое спасибо.